Патриарх Кирилл Гундяев порадовал общественность свежей порцией кринжа и мракобесия, когда попытался оспорить аксиому Карла Маркса о том, что идеологическая надстройка держится на материальном базисе. Я отношусь к числу тех, кто, в отличие от Маркса, считает экономику надстроечным явлением, а фундаментальное базисное явление – это убеждение людей, потому что базис – это традиции, культура и, конечно, вера. Сказал патриарх Кирилл, во время встречи с губернатором Нижегородской области сообщает РИА Новости. Ну а по Карлу Марксу окружающая реальность формирует убеждение людей. Ну а по моим наблюдениям, сколько бы я ни говорила вкусно и сладко, жрать-то все равно охота. И особенно кринжова, что патриарх сказал это не бабушкам в храме, а губернатору Нижегородской области, то есть человеку, который профессионально занимается административно-управленческой работой, и поэтому на личном опыте понимает, что если не профинансировать правильные мероприятия по поддержке правильных традиций, правильной культуры и правильной веры, то не будет ни правильных традиций, ни правильной культуры, ни правильной веры. Зато сами по себе возникнут и неправильные традиции, неправильная культура и неправильная вера, такие, какими их сформируют объективные материальные факторы, и это научно подтверждается наблюдаемым многообразием существующих в мире традиций, культур и верований. И более того, проверяется экспериментально, то есть если не финансировать строительство православных храмов, то и не будут строиться храмы, а уже построенные храмы будут ветшать и разрушаться, несмотря на все православные традиции, православную культуру и православную веру. Подобный эксперимент уже был проведен. В СССР не финансировали строительство храмов, вот храмы и не строились. Кончился СССР, сменилась власть, которая начала финансировать строительство храмов. Храмы сразу начали строиться. Ну, а от себя мы советуем патриарху прослушать лекции для студентов духовной семинарии на тему причины успешного распространения христианства. Наличие письменности – это объективный материальный фактор, нужный для существования христианства. Без письменности не было бы и Библии. А для существования письменности нужен относительно высокий уровень экономического развития общества. Дикарям письменность не нужна. Наличие правового государства, в котором Иисуса Христа и апостолов не побили бы камнями религиозные фанатики – это тоже объективный материальный фактор, необходимый для существования христианства. Для этого тоже нужен высокий уровень экономического развития государства. Дикарям не нужно правовое государство, у них прав тот, кто сильнее. И чтобы люди думали о чем-то духовном, надо, чтобы у этих людей было на это свободное от добывания пищи время. Для этого тоже нужен относительно высокий уровень экономического развития общества. Дикарям не нужна развитая философия и религия. Им достаточно примитивных языческих верований. Мракобесие, оно же обскурантизм, это враждебное отношение к просвещению науки и прогрессу. И поэтому назвать патриарха мракобесом – это не оскорбление чувств верующих, а объективный анализ его политики, в том числе и кадровой политики, построенной по принципу «нужны не умные, нужны верные». Когда в ближайшем окружении патриарха были талантливые богословы и просто хорошо образованные люди, такие как Диакон Андрей Кураев и митрополит Иларион Алфеев, подобного кринжа в речах патриарха было гораздо меньше. Заметьте, Карла Маркса изучают не только марксисты, Карла Маркс есть в программе высших учебных заведений.